Спасти Шаровку уникальный дворцово-парковый комплекс под Харьковом можно. Деньги уже выделили из областного бюджета, нашлись и спонсоры больше. О спасении архитектурные жемчужины расскажут наши корреспонденты. Уникальные залы с мраморными каминами, лепниной, росписями и резьбой по темному дубу. Шаровский дворец пережил не одну зиму с протекающей крышей. Усадьба 19 века требует срочного ремонта. В первую очередь, конечно, нам надо восстановить и отремонтировать крышу. Очень, конечно, требует ремонта террасная группа. Сегодня в Шаровку приехала делегация с хорошими новостями. Областные власти нашли деньги, чтобы начать реставрацию и инвестора. Выделено финансование из областного бюджета до 3 миллионов гривен. Приняли на сессию областной ради программу о сохранении культурной спадщины, которая дает нам возможность выделять финансование из областного бюджета, также получать международную помощь. Сегодня вместе с компанией БАЗ, а также организацию «Знайдена в Украине», мы организовываем работу и уже нашли финансование о первочередных работах. Искать спонсоров помогали активисты. Лала Тарапакина объехала всю Украину и создала реестр умирающих дворцов. Говорит, у Шаровки есть шанс стать новой туристической меккой. Фактически именно в Шаровке началась электрификация слабожанщины и все чудеса научно-технического прогресса, они были и именно отсюда берут свои корни. Помочь Шаровке решила немецкая компания. Владельцем усадьбы когда-то был немец, сахарозаводчик Леопольд Кёник. Свой новый продукт, удобрение для подсолнуха, компания назвала «Архитект». Часть денег от его продажи и пойдет на восстановление. Поэтому было принято решение, что 25 гривен с каждого литра проданного этого продукта будет идти как раз на эту инициативу по реконструкции данного здания. Мы сейчас говорим о инвестициях, скажем, в районе 120-130 тысяч долларов. К реставрационным работам привлекут украинских специалистов. Специалисты есть, они сбережены. Школа таких реставраторов, архитекторов реставраторов также есть. Я думаю, что спокойно можно будет заказать такие реставрационные работы и проектные работы в Киеве. Специалисты выезжают на места. Каждые выходные в Шаровке бывают более полу тысячи человек. В восстановленный дворцовый комплекс должно прийти еще больше. А это значит появятся новые рабочие места. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область.